Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, суббота, раннее утро, и часть игроков обнаружит у себя лимитированную рулетку на могильщика. Почему лимитированную? Потому что эта рулетка выпадет не каждому игроку. У меня, допустим, из множества моих аккаунтов, только на нескольких аккаунтах данная рулеточка появилась. Что касается самой машины, то это одна из моих любимых тачек в этой игре, и пускай она не самая результативная, не самая крутая, и может быть гробит стату, но мне она нравится, душа у нее есть. Что касается стоимости данной рулетки, 11 прокрутов, вроде бы и немного, но суммарно затянет на 13630, если вы прокрутите полностью всю рулетку. Вам очень сильно повезет, если могильщика вы себе достанете до 8 прокрута включительно, потому что в таком случае он обойдется вам в комплекте с чем-нибудь, что положили в рулетку вместе с могильщиком, за 5630. Дальше становится действительно очень дорого, и отдавать 13630 за могильщика с вот этими вот плюшками, если их можно так назвать, я лично смысла не вижу. Дело в том, что ничего особо годного рядом с могильщиком здесь не положили. Здесь положили внешний вид, но он не для могильщика, у могильщика свой внешний вид, который не меняется. Здесь положили огнегарпун, окей, хорошо, прикольно, классно, но в целом это единственное, что здесь действительно годное из всякого рода дополнительных плюшек. Но если, правда, не считать 7 дней према, которые тоже являются ценностью на данный момент в игре, но опять-таки, смотря сколько голды вы за них заплатите. Отдавать же голду за 2000 свободного опыта или каких-то дешманских 50 тысяч серебром или бустеры, я лично никакого смысла не вижу. А уж тем более отдавать свою голду за вот эти вот аватары. Ну ладно, у каждого свой вкус, здесь я спорить не буду, прокрутим несколько раз рулеточку, ну и потом перейдем на мой основной аккаунт, там где могильщик у меня давно уже есть, и там его покатаем. Я не знаю, выпадет или нет, особо много голды тратить не собираюсь, потому что, как я уже сказал, на основе эта машина у меня есть. Этот твинк я использую крайне редко, в основном только для того, чтобы кланом управлять, который у меня организован с этого твинка. Ну, в общем, здесь в могильщике, скажем так, особо не нуждаюсь. 50 тысяч серебром за голду. Ну, такое себе, честно говоря, удовольствие. Не могу сказать, что я там считаю эту покупку, не знаю, целесообразной или, в принципе, рациональной. Если бы спросили, в жизни бы не отдавал голду за серебро. Ну, серьезно, не вижу смысла. Лучше поиграть и самому себе нафармить ее. Забираем аватар. Класс, будет в коллекции. Опять-таки, 50 голды за этот аватар я бы тоже не отдавал. 250 золотом. За 250 золотом, а это 5 дней просмотра рекламы, хотелось бы, чтобы выпало уже что-нибудь нормальное, что-то годное. Если выпадет серебро или свободка, блин, ну класс. Короче говоря, ребят, вот так вот получается. Дальше за 500 крутить вообще никакого смысла для себя, по крайней мере, не вижу. И вам скажу следующее. Если вы начнете крутить данную рулетку, то делайте это уже до конца. Потому что прокрутив до половины, не достав могильщика, но насобирав вот этого хлама, поверьте, вы останетесь в расстроенных чувствах. А значит, необходимо подходить к этой рулетке, как к игре ва-банк. Или идем до самого конца, или делаем 2-3 прокрута и успокаиваемся. Больше 4 прокрутов, и вы, в принципе, слили в унитаз достаточное количество своей голды, а ничего годного не получили. Ну что, побежали покатаемся на моем основном аккаунте. Давайте, как обычно, заценим технические характеристики исключительно по орудию, а все остальное будем заценивать непосредственно в бою. Как многие из вас знают, и я думаю, что практически все игроки в курсе вам, что могильщик это барабанный танк, у него 6 снарядов в магазине. Да, он выбрасывает всего лишь по 90 единиц альфы, но если вы умножите это на количество снарядов, то поймете, что вы такой себе пулемет, который отстреливает каждый снаряд через каждые 0,67 секунды, то есть менее секунды, чуть более половины секунды время перезарядки внутри магазина, и потом вполне себе бодрая перезарядка всего магазина, которая составляет 11 секунд. Таким образом, вы получаете ДПМ в 2260 единиц, вполне себе приемлемую точность, но только при полном сведении. Дело в том, что разброс хороший, а вот что касается времени сведения, то 3,7 секунды. И вот этот вот разброс, он начинает работать каждый раз, как вы выстреливаете. То есть могильщика использовать можно полноценно, только на каких-то небольших расстояниях. На дальних расстояниях после каждого выстрела приходится полностью сводиться, для того, чтобы точно попасть в соперника. Если вы этого не делаете, снаряды летят кто куда. Это правда жизни могильщика. Второй минус по орудию, это угол сведения орудия вниз. Минус 5. Действительно очень неудобно, но несмотря на все вот эти недостатки, казалось бы, мне могильщик очень нравится. Давайте зайдем в бой и дальше его там пообсуждаем. Не сильно, друзья, нам повезло с боем. Дело в том, что, во-первых, карта не совсем могильщику подходит, потому что полна всякого рода неровностей, и с его углом склонения будет очень сложно. Ну а еще сложности добавляют восьмерки, коих против нас, ребят, целых 4 из 7. И да, действительно могильщику справляться с этими восьмерками, ну, в край тяжело. Это, опять-таки, правда жизни данной машины. У себя на уровне не то чтобы царь и бог, но круто себя показывает против восьмерок, скрипит зубами, шатается, но что-то пытается делать. Точнее, вы пытаетесь что-то делать, если имеете волю к победе. Что касается моего отношения к могильщику. Да, у него огромное количество недостатков. Угол склонения орудия вниз, не сильно крутая броня, при этом всем, я бы сказал, не сильно хорошее в отношении точности орудия, но, по крайней мере, на дальних расстояниях. И при этом всем, я считаю, что данная машина одна из лучших машин в нашей игре. Потому что она фановая, потому что она не такая, как все, и потому что она доставляет какие-то удивительные, ничем не сравнивые эмоции и ощущения от боя. Но вряд ли есть еще какие-то машины, которые вам будут давать именно вот такие вот игровые моменты, игровые ситуации. И навряд ли большое количество игроков со мной согласится и вообще, в принципе, поймет, о чем я говорю. Вы знаете, это как обсуждать автомобиль мечты. Кто-то скажет по поводу того, что самая крутая тачка это Lamborghini или современный Porsche, ну или что-нибудь подобное, типа современного Ferrari. Но при этом всем есть ребята, которые ценят автомобили не потому, что они современные, не потому, что у них какая-нибудь там суперкрутая аудиосистема установлена или супербодрая автоматическая коробка передач. Короче говоря, ребят, я из тех, у кого автомобиль мечты, это Ford Mustang 1968 года. И да, пускай в этом Ford Mustang нет коробки автомат и в этом Ford нет гидроусилителя руля и многих других плюшек. Там даже магнитола кассетная. Но при этом все, машина обладает душой, может доставлять удовольствие и доставляет удовольствие. И да, пускай он не летит со скоростью более 300 км в час, как Bugatti Veyron современный, но все же, ребят, Ford Mustang обладает какой-то изюминкой и является чем-то уникальным. Вот так же для меня и Могильщик. Это уникальная машина, которая несравнима с современными тачками. Пускай он не настолько результативен, пускай он не настолько быстр, не настолько нагибающий, но при этом всем он доставляющий массу удовольствия. По крайней мере для меня. И вот те ребята, которые точно так же, как и я, считают, что качество автомобиля, душа автомобиля и те эмоции, которые автомобиль может предоставить, не зависят от года выпуска данной машины и наличия каких-то современных приблуд, типа 17-дюймовых мониторов. Они, наверное, согласятся со мной, что есть в нашей игре те танки, которые могут доставлять удовольствие, несмотря на то, что гробят вашу стату. Попытаемся сделать чего-нибудь годного напоследок, хотя я сомневаюсь, что у нас что-то получится. К сожалению, мы слишком слабы против вот этих вот товарищей. Нам противопоставить особо нечего. Ну вот, в принципе, и всё. На этом жизнь в данном конкретно бою заканчивается. Всё, что можно было сделать, я сделал, я нанёс какого-никакого урона, я максимально сблизился с соперниками для того, чтобы максимально часто по ним попадать и даже умудрился сделать один фраг. Сейчас досмотрим результаты боя, возьмём могильчика и попытаемся зайти в другой бой, в котором, возможно, нам повезёт не попасть к восьмёркам. Итак, друзья, поражение. К сожалению, всего лишь 780 единиц нанесённого урона. Ну вот так бой сложился. Я у себя на канале ничего никогда не вырезаю, потому что хочу, чтобы вы видели всё таким, какое оно есть на самом деле. И такие бои тоже у вас будут, если вы будете счастливым обладателем могильщика. Как я сказал, я сделал в этом бою то, что смог или то, что получилось. Наши ребята, в принципе, тоже не особо там круто отыграли, но на них перекладывать свою вину я не собираюсь. Всё-таки они сделали больше, чем я, и грех мне рассказывать по поводу того, что мы проиграли конкретно из-за того, что они что-то там где-то как-то не дотянули. В конце концов, я сам далёк от того, чтобы нормально тянуть. Я очень надеюсь, что сейчас мы попадём всё-таки к семёркам, и там нам будет немножечко полегче. Да, к сожалению, не получилось попасть нам против семёрок, ну и, соответственно, придётся в очередной раз немножко пострадать. Точнее, даже пострадать немножко посильнее, нежели это было в предыдущем бою. Если в предыдущем бою против нас было 4 восьмёрки, то сейчас их 5, и опять-таки на крайне дискомфортной для могильщика карте. Хотя, в принципе, можно было бы отыгрывать против семёрок, допустим, где-нибудь в городе на ровной площадке, там, где нет необходимости опускать орудие вниз. Здесь же всё-таки придётся подстраиваться под ландшафт, пытаться как-то хитрить и пытаться уходить от прямых столкновений с соперниками. Ну, просто потому что могильщик действительно не может выдержать сильного натиска восьмёрок против себя. Ладно, захватываем точку. В любом случае, попытаюсь сделать максимум, хотя я сомневаюсь, что меня хватит надолго, если я куда-нибудь в замес какой-нибудь попаду. Так, сейчас попробуем. Ну, давай, Лансен, опустись немножко вниз. Не захотел. Ну, как вы видите, если всё-таки сводиться полностью, да, то есть, точнее, даже не так, если дать орудию хотя бы начать сводиться, тогда шансов попасть по сопернику гораздо выше. То есть, если вы будете отстреливать, как только перезарядились, понятное дело, что ничего не получится. А если сведётесь хотя бы на 50%, это существенно увеличивает шансы выцелить соперника. Я не говорю выцелить на нём серую зону, я говорю вообще в целом выцелить соперника, чтобы в него хоть куда-нибудь прилетело. И только при полном сведении орудие действительно может быть точным, но это всего лишь один выстрел из шести, который наносит, ну, в районе 90, и это действительно не так уж и много. Я хотел подъехать сюда, ребятам помочь своим барабаном разобрать этого соперника, но, не знаю, к сожалению или к счастью, они справились без меня. А вот когда приезжаешь на вот такое вот небольшое расстояние, то начинаешь ощущать массу удовлетворения от того, что у тебя барабан, потому что ты просто молниеносно выплёвываешь шесть снарядов и поверьте, когда против тебя играет могильщик и ты являешься соуровнев по отношению к нему, то ощущение не сильно приятное, когда он тупо тебя разносит в щепки. Так. Ну, это жопа. Извиняюсь, вырвалось. Реально, разнести практически всю команду и при этом всём, блин, слиться сугубо по очкам захвата. Это бред какой-то. Ну, как есть, так есть. Ничего особо сделать в этом бою не смогли, и, к сожалению, я сейчас рискну, попробую зайти ещё в один бой. Не уверен, не уверен, ребят, что опять попаду не к восьмёркам, но уже как есть, так и есть. А мне всё-таки хотелось бы показать вам могильщика действительно во всей его красе. Результаты боя особо смотреть не будем. Тут, в принципе, ничем не отличается от предыдущего. Поехали. Нет, ну это издевательство какое-то. Мне кажется, что игра тупо тянет с меня в жилы, потому что три боя подряд заходить к восьмёркам на могильщике это реально какая-то открутка. Я вот на своей памяти, серьёзно, я не помню, чтобы могильщика постоянно к восьмёркам совала. Ты, в принципе, практически постоянно играл против семёрок и в основном шестёрок. И при этом, да, действительно, машина себя показывала классно, весело, бодро и интересно. Но, блин, если на сегодня в игре действительно всё настолько поменялось, что могильщика продолжают из боя в бой засовывать против ребят, которые, в принципе, на голову выше, чем он, во всех технических показателях, то тогда, наверное, это первый, а скорее всего, и последний гвоздь в гробу могильщика. И, скорее всего, это похоронит саму идею машины. И навряд ли, навряд ли машина будет настолько фанить, как она делала это раньше. Я очень сильно расстроен, потому что не смогу, не смогу показать вам могильщика таким, каким он может быть. Но как есть, так есть. Чё уже скрывать? В конце концов, не я это подкручиваю и откручиваю. Не моих это рук дело. Вообще, я считаю, что на некоторые машины, в частности, на могильщика и на того же крушителя, и на подобные тачки, должно быть ограничение по боям, точнее, по уровням, на которые вы можете в них попасть. Потому что именно в этих боях, вот с ограничением по уровню, машина действительно себя показывает, и машина оправдывает саму идею введения такой тачки в игру. Если её вводили как фановую тачку, то зачем разработчики отнимают возможность этот фан, в принципе, получать? Едь сюда, блин, в конце концов. Задолбал. Ладно, поехали. Немножечко я расстроен, ребят. Ну, сами понимаете, от боя к бою заходить и сливаться. Это удовлетворение такое себе. И если бы я хотя бы сливался там, не знаю, в каких-то боях, в которых реализовывал полностью весь потенциал могильщика, да, то есть реализовывал несколько барабанов, накидывал 2 с копейками тысячи урона, на что, в принципе, могильщик способен, и при этом проигрывали, вот как было, да, там, по очкам захвата. Окей, хорошо. С этим я ещё там мог бы смириться. Но проигрывать вот так вот с 800 уронами, да ещё и будучи постоянно разносимым восьмёрками, но удовлетворение такое себе. Не ушёл я от ВЗ, к сожалению, от бабушки ушёл, от дедушки, от серого волка, ну, а, к сожалению, от ВЗ уйти не получилось. Вот такой вот бой получился. Ничего вырезать не собираюсь. Показываю всё таким, какое оно есть. И если вы за честность автора и честность на канале, то подписывайтесь на него прямо сейчас. Ну, а я вместе с вами пока досмотрём бой, посмотрим на результаты и будем подбивать итоги. Субтитры сделал DimaTorzok И так, ребят, в данном случае победа и даже лучшие результаты по настрелу, но далеко не максимум для могильщика. 1450 накидали. Я не считаю, что это много, но опять-таки это против восьмёрок. И подбивая итоги в отношении могильщика, рулетки на могильщика, стоит ли её крутить? Давайте сразу ответим на все вопросы и максимально быстро. Стоит ли прокручивать вот эту рулетку? Я думаю, что не стоит по одной простой причине, потому что сейчас новогодние аукционы, вы эти деньги можете вложить во что-то более стоящее, допустим, в какую-нибудь годную восьмёрку, на которой будете фармить, получать удовольствие. Ну, короче говоря, во что-то более приемлемое для современного рандома. Стоит ли могильщик внимания? Да, стоит. Могильщик машина классная, весёлая, интересная, фановая и задорная. Но, ребята, это как отвечать на вопрос, нравится ли играть тебе в баскетбол. Если у тебя средний статистический рост метр семьдесят семь, то навряд ли ты скажешь, что тебе очень нравится играть в баскетбол, тогда, когда ты играешь против команды ребят, у которых рост два метра. То же самое касается и могильщика. Эта машина фановая, как я уже сказал, весёлая, классная, задорная и интересная, но только если ты играешь против себе подобных ребят, а именно танков седьмого уровня. Когда ты попадаешь против восьмёрок, тебя не ожидает какого-то определённого веселья в бою. Ты понимаешь, что ты далёк по результативности от этих восьмёрок, ну и, соответственно, навряд ли будешь максимально полезен. Хотя твоя полезность всё-таки зависит от того, как ты относишься к бою и что ты в нём пытаешься сделать, а не от того, что у тебя по факту с этого получается. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, а вы, друзья, самостоятельно принимайте решение, крутить рулетку или нет. Ну, а самое главное, оцените честность лайком и обязательно пишите комментарии под видео. Я буду вам благодарен, и мне будет интересно почитать ваше мнение по поводу могильщика. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»